СПИД это синдром приобретенного иммунодефицита. Заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека ВИЧ. Длится ВИЧ-инфекция от 1-2 лет до 10-15 лет. Зараженный вирусом человек переживает несколько этапов. Инкубационный период с момента заражения до возникновения первых признаков, похожих на простуду, длится от нескольких суток до нескольких недель. Антитела еще не проявляются, человек может не знать, что он заразился. Далее следует острый период. Начинается где-то от 1 месяца после заражения. Это развитие лихорадки, увеличение лимфоузлов, стоматиты, фарингиты и другие признаки, похожие на острую респираторную вирусную инфекцию. Появление антител в крови может продолжаться 2-4 недели. Латентный период начинается сразу после окончания острой фазы. Никаких проявлений инфекции нет, но происходит постепенное прогрессивное снижение иммунных клеток CD4. Длительность этого периода в среднем 8-10 лет. Когда человек параллельно инфицирован другими инфекциями гепатиты BC, сифилис, герпес и не получает должного лечения, пьет, курит, морально разлагается, то длительность латентного периода может снижаться до 1-2 лет. Но при условии тщательного соблюдения режима лечения и бережного отношения к собственному здоровью можно протянуть и лет 15 и более. Период СПИД. В этой стадии организм теряет возможность защититься от инфекций и опухолей, возникают оппортунистические заболевания, так называемые, несвойственные людям с нормальным иммунным статусом и человек погибает. Известно также, что при качественной, своевременной и стабильной антиретровирусной терапии, именно так называется курс лечения от ВИЧ, человек имеет нулевую вирусную нагрузку и даже может не заразить партнера при незащищенном сексе. Конкретные рекомендации от доктора Макаровой. Имейте голову на плечах, всегда используйте презерватив при случайных контактах и создавайте отношения, в которых сохраняется моногамный принцип. В прошлый раз мы с вами также узнали, что ВИЧ нанес серьезный удар по миру моды. Это смерть целого поколения талантливых дизайнеров. И сегодня мы с вами продолжаем говорить о том, как ВИЧ и СПИД повлияли на моду. Упадок мужской моды. Как утверждает все тот же Чарли Портер в своем блоге чарлипортер.нет, СПИД убивший много талантливых дизайнеров привел к упадку мужской моды в Америке. На смену погибшим творцам, как например мастерам спортивной одежды Вилли Смиту и Перри Элису, не нашлось талантливых дизайнеров, кто бы мог заняться продвижением мужской моды. В 1990-х годах мало кто хотел экспериментировать с цветами и формами, и подиум запланили скучные деловые костюмы. Такая же ситуация, по словам Портера, прослеживалась и в Лондоне с 1980-х по 2000-е годы. К тому же со временем ситуация усложнилась тем, что молодым талантливым дизайнерам стало сложнее пробиться и стать известными. Мода на антиженственность. Как мы с вами узнали, еще в начале эпидемии в 1980-х годах считалось, что спид это удел наркоманов и проституток, а вот гетеросексуальных женщин, особенно которые занимаются сексом в миссионерской позе, вирус не коснется, как тогда писал, например, журнал Космополитен. Но в 1990-х годах выяснилось, что абсолютно все подвержены этому заболеванию. Если до этого в 1980-х годах в женской моде были яркие, сумасшедшие цвета, широкие плечи, глубокие декольте и вульгарный макияж, то через десятилетия женская одежда стала бесформенной, мрачных оттенков и с минимальным декором. Множество модных экспертов считают, что именно эта эпоха самая безвкусная и провальная в модной индустрии. Вероятно, это был творческий кризис, вызванный смертями в модных кругах. Мода на БДСМ. Вместе с эпидемией спида на подиуме стал активно сбираться провокационный стиль БДСМ. Дизайнеры одевали женщин в кожу, латекс, декорировали одежду ремнями и шипами. С одной стороны, это была дань геям, которые в 1950-х годах как раз-таки и основали БДСМ-клубы. С другой стороны, как писала, например, издание Нью-Йорк магазин. В 1980-х годах такие садо-мазохистские клубы сначала стали закрываться из-за боязни эпидемии, но потом они вновь открыли свои двери и в их стенах уже не было секса. Садо-мазо-клубы стали абсолютно безопасны для сексуальных экспериментов, особенно в эпоху, когда любое проникновение могло нести угрозу заражения. Это был уже альтернативный сексуальный опыт, так скажем, подобно, например, сексу по телефону или классическим топли с баром или баром со скриптизом. С третьей стороны, одновременно сексуальный и устрашающий стиль БДСМ демонстрировал, что секс оставался таким же привлекательным, но уже очень опасным. Так, в сезоне осень-зима 1992 года Джанни Версачи, который, как мы узнали, вероятно был инфицирован, продемонстрировал коллекцию Miss S&M с обилием кожи, корсетов, бандажей. Дизайнер взял за основу табуированные сексуальные фантазии и сделал из них гламурную вечернюю одежду. Ремни превратились в лямки, чокеры в украшения, а кожаные корсеты в лифы платьев. Не только СПИД повлиял на моду, но и модная индустрия сделала большой вклад в борьбу с этой болезнью. Дизайнеры против эпидемии. Еще в 1980-х годах стало очевидно, что общество ничего не хочет знать о проблеме ВИЧ и СПИДа, считая это уделом маргиналов, наркоманов, проституток. ВИЧ-инфицированных выгоняли с работы, от них отказывались родные, считая, что эта болезнь заразна. Тогда встал вопрос об информировании населения. Во-первых, о том, что такая трагедия может произойти абсолютно с каждым, и во-вторых, что ВИЧ-инфицированные, они не настолько заразны, как кажется окружающим. С ними можно обниматься, с ними можно целоваться. В наши дни мода вкладывает большое количество сил в информирование населения о том, что такое ВИЧ, какими путями он передается, также в профилактику. Собираются средства в поддержку ВИЧ-инфицированных и также в создание лекарств против этой болезни. Мода помогает снижать дискриминацию ВИЧ-положительных, а также поощряет тестирование и содействует пропаганде безопасного секса. Уже в 1980-х стали появляться первые плакаты, постеры и лозунги, рассказывающие о СПИДе. Главным лозунгом стала фраза «Молчание равно смерть», которая появилась как реакция на молчание президента Рейгана и бездействие властей. Известный художник, поп-артист Кит Харринг, умерший от СПИДа, создал серию работ на тему эпидемии. На одной из них человечки закрывают глаза, уши и рот. Они не хотят знать об угрозе и уж тем более говорить о ней. Эти картинки печатались на футболках, популярном уличном предмете гардероба, который и сейчас превосходный способ высказаться. В 1991 году появился известный символ борьбы со СПИДом и солидарности с ВИЧ-инфицированными – красная лента. Ее складывают в форме буквы ВИ и прикрепляют на уровне сердца, говоря тем самым о важности проблемы и почитая память умерших от болезни. Впервые этот знак был использован в Америке на 45-й церемонии вручения наград за достижение в области театра Тони Эвордс. Артисты и художники, чьи коллеги погибли от инфекции, прикрепили красные ленты на свои рукава. В 2015 году Виктория Бекхам создала на основе этого символа принты для коллекции футболок, приуроченный ко дню борьбы со СПИДом. Одним из первых модных домов, который заговорил о проблеме СПИДа, стал провокационный итальянский бренд United Colors of Benetton, на чьем счету десятки скандальных рекламных кампаний. Весь 1993 год бренд посвятил борьбе со СПИДом. Например, на рекламном плакате была размещена фотография актера Дэвида Кирби на смертном одре. Снимок был сделан в 1990 году журналисткой Терезой Фрейер, борцом за права ЛГБТ-сообщества. Некогда красивый человек предстал на фотографии изможденным и истощенным, а его семья не могла сдержать слез. Этот снимок показал, что СПИД – это общечеловеческая трагедия, а не только удел извращенцев, которых не жалко, как тогда считалось. 1 декабря 1993 года на площади Concorde в Париже Benetton натянул гигантский презерватив со своим логотипом, а позже выпустил серию снимков частей человеческого тела со штампами ВИЧ-положительной, которые показывают наиболее вероятные пути заражения. В 1994 году бренд Мэйсон Марджелло выпустил одну из своих самых важных работ. Футболку с надписью для борьбы со СПИДом нужно сделать больше, чем носить эту футболку, но это уже хорошее начало. Марджелло так был ошеломлен смертями коллег и так боялся эпидемии, что лично разработал дизайн. Надпись была напечатана на сложной футболке. Когда футболку надевали, текст был непонятен. Это заставляло прохожих интересоваться, что же написано на одежде и узнавать о СПИДе. С тех пор каждый год футболка перевыпускалась, меняя цвета и языки надписи. В январе 2019 года модный дом выпустил целую серию предметов с легендарным слоганом «Одежда, обувь и сумки для покупок». Все собранные средства с продажи данных вещиц еще с 1994 года идут в фонд борьбы с ВИЧ, СПИДом и гепатитом. В 2018 году свои футболки в поддержку ВИЧ-инфицированным выпустил испанский бренд Loewe с изображением работы американского художника Дэвида Войнаровича. Этот художник погиб от СПИДа в 1992 году, когда ему было всего 37 лет. Но за несколько лет до этого он создал цикл картин, где размышлял на тему болезни. Помимо футболок, некоторые бренды и группы дизайнеров создают целые коллекции в поддержку борьбы со СПИДом. В марте 2007 года на украинской неделе моды 30 ведущих дизайнеров страны представили красную коллекцию, средства с продажи которой были направлены в фонд антиспид. Тогда же был создан бренд Fashion Aid, который ежегодно выпускает концептуальные коллекции. Начиная с 2008 года известный бренд H&M выпускает коллекцию «Мода против СПИДа». В разработке дизайна одежды, обуви, аксессуаров и даже пластыря принимают участие художники из разных стран, а собранные средства также идут в фонды борьбы с ВИЧ. В мае 2017 года белорусская неделя моды в Минске завершилась показан Fashion Aid Line. Над созданием коллекции трудились более 20 ведущих дизайнеров Беларуси. Работы были вдохновлены международным символом борьбы со СПИДом – красной лентой. Модели, демонстрирующие комплекты, появились на подиуме в масках, символизирующих непонимание и дискриминацию, с которой сталкиваются люди с ВИЧ-инфекцией. Российские дизайнеры также привлекают внимание к проблеме ВИЧ и СПИДа. Ведь в нашей стране эпидемия бушует до сих пор. Осенью 2017 года на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в московском Манеже были продемонстрированы образы красных оттенков – цвет борьбы с ВИЧ, созданные 10 дизайнерами, в числе которых Артем Шумов, Анастасия Кондакова, Яся Миночкина, Анастасия Докучаева, Юлия Далакян и другие. Как заметил сотрудник Минздрава Олег Сологай, мировой опыт показывает важность роли индустрии моды в изменении отношений к эпидемии и людям, живущим с ВИЧ. Только государству и медикам решать вопрос распространения ВИЧ не под силу. Кроме этого, многие звезды модной индустрии участвуют в благотворительных проектах, посвященных борьбе с ВИЧ. Например, в 2014 году дизайнер Виктория Бекхам, модели Саша Пивоварова и Каролина Куркова вместе со своими детьми стали участниками фотопроекта для благотворительной программы, которая борется с передачей ВИЧ от матери ребенку. Модели продемонстрировали коллекцию, созданную женщинами-дизайнерами. Средства с продажей одежды были направлены в фонд помощи инфицированным матерям и детям из Южной Африки. Все эти проекты лишь малая часть того, как модная индустрия помогает в борьбе со СПИДом, как она поддерживает ВИЧ-положительных людей. Еще один важный аспект помощи со стороны модной индустрии – это пропаганда безопасного секса. Дизайнеры за безопасный секс. В 2016 году к чемпионату Европы по футболу во Франции одна из крупнейших организаций по борьбе с ВИЧ привлекла внимание общественности к проблеме с помощью рекламных плакатов, призывающих к безопасному сексу и использованию контрацептивов. На фотографиях изображены люди разных национальностей и разной сексуальной ориентации с потрясающим боди-артом в виде флагов разных государств. Идея безопасного секса также распространяется с помощью авангардных коллекций одежды из презервативов. Например, в 2007 году на выставке репродуктивного здоровья и новых технологий в Пекине было представлено платье бразильского дизайнера Адрианы Бертини, выполненное из непрошедших контроль презервативов. Девушка была волонтером в группе по профилактике спида и познакомилась с ВИЧ-положительными детьми, в честь которых создала коллекцию одежды из контрацептивов. Сказочные платья Адрианы Бертини сообщают о том, что презервативы должны быть такими же повседневными, как джинсы, и они необходимы так же, как и большая любовь. В 2015 году дизайнер из Конго Филичита Лувунго также создала коллекцию одежды из презервативов, платья и топы. «Я потеряла близких из-за вируса ВИЧ, который вдохновил меня на создание одежды. Это сообщение людям, чтобы они были осторожны», — сказала дизайнер о своей работе. Я надеюсь, что этот ролик вам был интересен, и что мы с вами разобрались в теме, как же спид повлиял на моду, и как, в свою очередь, мода повлияла на борьбу со спидом. Работа мною была проделана колоссальная, поэтому я буду очень рада, если вы поставите лайк, напишите комментарий. С вами была Наталья Ксенчак, всем до встречи, дорогие друзья, и пока! Субтитры создавал DimaTorzok